Прямо сейчас в Машилисе идет обсуждение протокола по проекту закона о подготовке реализации совместного казахстанско-российского космического проекта Байтирек на космодроме Байконур. Ратификация договора позволит дать новый импульс функционированию космодрома, а также проект несет социально важный аспект. Подробнее расскажет наш корреспондент Айгуля Монтаева. Она сейчас на прямой связи со студией. Добрый день, Айгуль, вам слово. Добрый день, Салтанат. Четыре прошедших праздничных выходных дня благоприятно повлияли на наших депутатов. Народные избранники оживлены и выглядят вполне отдохнувшими. Первый вопрос, к которому приступили сразу же мажили смены, это создание совместно с Россией уникального ракетного комплекса Байтирек на базе космодрома Байконур. Напомню, мы отвечаем за наземную инфраструктуру проекта. Россия же будет готовить сам ракетный комплекс. Сегодня еще раз озвучили расходы обеих сторон. Так, по словам Аскара Жумагалиева, наша страна потратит 233 миллиона долларов, Россия же свыше 900 миллионов долларов. Проект предполагается завершить к 2023 году. Уже сегодня мы планируем подготовить около 500 специалистов, которые затем будут работать на этом комплексе. Также в рамках строительства ракетного комплекса Байтирек будут задействованы около 1000 работников. Эти и другие социально-экономические выгоды перечислил Аскар Жумагалиев. Давайте его послушаем. Тысяча рабочих мест, которые будут в рамках строительства. Если говорить о выгоде от данного проекта, это первый проект казахстанский на Байконуре. Это возможность в целом нашей космической отрасли казахстанской работать с высокотехнологичными космическими проектами. Будет формироваться тот целый пласт специалистов, работников космической отрасли, который может обладать этими знаниями и распространять их в том числе на развитие и других отраслей. Протокол предусматривает Вывод из аренды ракетного комплекса «Зенит-М» и передачу их казахстанской стороне. Также использование ракет-носителей среднего класса с высоким уровнем экологической безопасности. На этом у меня все. Салтанат, передаю вам слово. Спасибо большое. На прямой связи со студией была Айгуля Монтаева. Мы продолжаем.